Как обычно, сессия хурала началась с кадровых изменений. Досрочно сложил свои полномочия депутат Валерий Зубаков. Но куда интереснее второе голосование. Депутаты решали, лишат ли мандата Баира Жамбалова. Согласно формированию 5.24 законы республики Бурятия, автор сетев депутата Народного Урала из Бурятия, решение Народного Урала из Бурятия, за сочную прикрещение депутатской полномочий оформляется постановление Народного Урала, в котором определяется день прикрещения полномочий депутата Народного Урала. Многие в соцсетях негодовали, мол, почему так долго не могли лишить депутатского мандата Баира Жамбалова. Дело в том, что только недавно Верховный суд Бурятии отклонил его апелляцию, тем самым окончательно признав его виновным в преступлении. Ну да ладно, в Бурятии есть куда более насущные проблемы, чем Жамбалов. На сессии решали вопрос об аварийных домах. Ситуация обострена чем? Во-первых, признали без их ведома, они об этом узнали случайно, как раз-то когда они платили фонд капитального ремонта. Слажняется чем? Мы с моим коллегой, депутатом Горсовета Гармаем Денисом Викторовичем, ежегодно выделяли средства на благоустройство как раз-то этих домов. То есть мы их благоустроили, провели канализацию, провели водоснабжение. То есть эти дома, хоть они и деревянные, но люди стали пользоваться всеми благами цивилизации. И вот в апреле этого года они узнают о том, что дома признаны ветхими аварийными и подлежат расселению. Проблема вот в чем. Жилье-то аварийным признают, но вот суммы компенсации недостаточно. Мое было предложение такое, чтобы внести изменения в республиканскую адресную программу. О том, чтобы людям компенсировали выкупную стоимость их жилья на основании рыночной стоимости на момент вынесения данного решения. Также учитывали не только стоимость квадратного метра жилья, но также и земельного участка, на которых эти дома находятся. И сопутствующие, скажем так, расходы. Это на поиск нового жилья, на аренду, например, на период этого переселения. Следующий большой вопрос – бюджет. Если кратко, то доходы и расходы в 2021 году в целом увеличиваются почти на 3,5 миллиарда рублей. При этом дефицит сохраняется на утвержденном уровне, а объем налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 612,5 миллионов рублей. Наше изменение и финансирование ориентировано в социальные направления. Сегодня мы добавили, так скажем, из резервного фонда выплаты более 200 миллионов. Это по режиму ЧАЭС, где произошли паводки, и в связи с паводками пострадали и имущество, и люди пострадали. Для, так скажем, улучшения инфраструктуры вот эти деньги будут направлены. Плюсом мы несли поправки, депутаты несли поправки более 15 миллионов. Это оснащение оборудований медицинских, это для фельдшерских, акушерских пунктов многих районов республики Бурятия. И плюс внесены поправки на дополнительные финансированные, это по лекарственному снабжению, это больным, по сахарному диабету. И плюс внесены поправки по выплатам детей, рожденные более... рожденные по материнским капиталам. Еще один проблемный вопрос – жилье для детей-сирот. В Бурятии сиротам, достигшим 25 лет, будут давать жилищный сертификат на покупку жилья как на вторичном, так и на первичном рынке. Глазный номер социальной поддержки, по нашему мнению, позволит сиротам приобретать жилье не только на территории, где находится их местное хозяйство, но и в районах, которые развиты инфраструктуры и потребности в трудовых ресурсах. Они говорят, и Оксана Васильевна, сколько мы можем быть дети-сироты, извините, мы уже мамы, что ли, сироты, или как, но такого быть не должно. И на федеральном уровне, конечно, закон сейчас это тоже приниматься будет, с этим выступал и наш лидер, все они рассматривают. И сегодня все вопросы, хоть и за, и против, но, понимаете, проблема в том, что мы должны обеспечить каждого ребенка жильем, но доходить до смешного, когда, правда, мама уже сирота, этого быть не должно. И знаете, дети этих семей не должны слышать. Вообще, дети-сироты, дети-сироты, что это такое? Это далеко не все темы, которые депутаты обсудили на прошедшей сессии. Что еще обсуждали бурятские парламентарии и какие решения они приняли в следующих выпусках новостей. Илья Балханов, Жаргал Ирданеев, телекомпания АТВ.